Почти завершена одна из сторон кольцевой развязки на Московском шоссе и улице Луначарского. По ней уже открыто движение в сторону города. Для движения на вытянутом кольце организуют по три полосы на каждый из сторон. После строительства проезжей части начнется обустройство тротуара. Контроль качества ведется на участках дорог, где сделали капитальный ремонт по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Так на улицах Алексея Толстого и Максима Горького специалисты лаборатории МБУ «Дорожное хозяйство» проводят кернение, берут на пробу образцы нового покрытия. Проверка идет на каждом участке в 100 метров. Если будут найдены нарушения, подрядчик обязан устранить их за свой счет в кратчайшие сроки, вплоть до перекладки всего покрытия. Отверстие после кернения необходимо заделать в течение недели. На контрольные проверки приезжают представители Народного фронта, управляющие микрорайонов и общественные палаты Самары. По улице Дыбенко пустили общественный транспорт на участке от улицы Советской Армии до Авроры. Теперь ходят два автобусных маршрута. 35-й от НФС до Дома молодежи и 45-й от Красной Глинки до автостанции Аврора. Эти маршруты временно изменили. Раньше они ходили по улице Антонова-Овсеенко. По решению департамента транспорта автобусы будут курсировать в тестовом режиме два месяца, после чего специалисты проанализируют трафик и решат оставить оба маршрута или достаточно одного. На улице Дыбенко установили по четыре остановочных павильона с каждой стороны. На улице Ивана Булкина, около торгового центра, на улицах Карбышева и Советской Армии. Автобусы ходят с интервалом от 15 до 25 минут. Для обеспечения электроэнергии объектов чемпионата ведется строительство трех трансформаторных подстанций. Они расположены рядом со стадионом. От них будет запитываться вся инфраструктура. Самое важное первое РТП. Она обеспечит электроснабжение двух тренировочных площадок, фудпорт, КПП, очистные сооружения. Сейчас на подстанциях ведется подготовка. Они должны начать работу уже осенью. Самарцы протестировали новые пешеходные дорожки в Струковском саду. Сделали несколько замечаний. Подрядчик продолжает работы с учетом пожеланий жителей. Такое поручение дал глава города на очередной проверке капитального ремонта парка. Подрядчик обещает завершить работу чуть раньше плана. Строители уже проложили коммуникации для освещения системы автополива газонов. По проекту здесь также появится скейт-парк, который будет соответствовать международным нормам. В целом Струковский сад сохранит свой исторический облик, обещают в администрации Самары. Ремонт фасадов домов к Чемпионату мира по футболу близится к завершению. Уже обновили внешнюю часть домов на улицах Фрунзе и Алексея Толстого. В процессе ремонт еще на пяти объектах. Часть работ делают на деньги с городского бюджета, часть на средства меценатов. В этом году они самостоятельно отремонтировали 113 фасадов. Ремонт проводится по согласованию с администрацией города. Участники получают специальные паспорта с рекомендациями по цветам и материалам. Четвертая очередь набережной готова на 60%. Там начинаются работы по благоустройству. Продолжается укладка тротуарной плитки. Ведется облицовка основания ладьи. Уже почти завершена ее покраска. Работы ведутся на всем участке от улицы Осипенко до Силикатного оврага протяженностью чуть больше километра. Здесь заменят асфальтовое покрытие, обустроят амфитеатр и новый фонтан. Также здесь обновят освещение и установят систему видеонаблюдения. Работы планируют завершить в декабре 2017 года. По дворе 147 дома по улице Черемшанской идет ремонт по программе «Комфортная городская среда». При составлении плана работ учитывается мнение местных жителей. Созданы общественные комиссии, которые контролируют весь процесс. Здесь появятся новые парковочные места, дорога, детские площадки и озеленения. Всего в 2017 году в Самаре в программу включено 196 дворов. Общий объем финансирования составляет около 320 миллионов рублей. На здании бывшего элеватора на улице князя Григория Засекина укрепили баннер с символикой чемпионата мира по футболу. Элеватор в Самарском районе построили в 70-х годах прошлого века. Здание считается памятником советского постмодернизма. Субтитры создавал DimaTorzok